Владимир Евгеньевич, добрый день. Ростовская область, город Шахты. Вадим. Хотел вернуться к вопросу. Как-то мы на прошлых лекциях обжурдали тему искусственной пыльцы. Хотел бы уточнить. Мы каждый год даем пчелам извне, в корытах, насыпаем искусственную пыльцу, сою, перец горький, горчицу и тому подобное. Вы говорите, что это никак не влияет на семью. То, что мы даем, это все без толку. Но все же у нас заметно семьи растут от этого. У нас весной нет ранней пыльцы. Поэтому нам приходится использовать вот таким способом, как бы стимулировать семи, чтобы они лучше как бы развивались. И с тех пор, как мы начали пользоваться этим способом, как бы мы заметили, что есть результат все-таки. Ну, вот как вы скажете, может там какие-то другие процессы происходят? Значит, весной, когда и нет взятка, если мы просто кормим сахарный сироп, даем, все равно не будут расти это еще. Значит, вы из какой, из Ярославского? Ростовская. Ростовская? Ростовская. Да неужели у них там пыльцы нет? Может, может просто пыльцыносы весенние подсадить и... Да у них там уже в Ростовской области должно быть это, математике море. Мы выставляли пчелы, взять на тамбовщине, весь берег этой речки, он желтый был. в день выставки пчелы с обнушкой летели. Вот, поэтому то, что вы эти применяете, вот, вы можете сравнить. Вот эти свои подкормки, группу семей, а другую просто сахарные подкормки. Но весной, если уж говорить о замене пыльцы, то самые хорошие, близко к этой, к перье, вот эту, опытами доказано. Это дрожжи, пекарские дрожжи, сухие дрожжи или такие, их сначала убивают, потом разводят с сахарным сиропом и в специальных кормушках раздают пчелам в уле персональное. Вот эти дрожжи мы спасали зимой в теплицах пчел, когда не было пироги. Вот, у нас всю зиму пчелы работали и не погибали. Вот это. А вот эти другие ваши продукты, я с ними не работал, поэтому сказать, хорошо это или плохо, я не могу, потому что я никогда не видел и не пробовал.